Приветствую вас. Для начала я предлагаю вам разделить проблему на две части. Первая часть, которую можно вам ответить, это то, что у вас произошла травма за травмой. Здесь скорее всего имеет место быть завышенные ожидания. Здесь имеют место быть какие-то явно идеализированные представления о том, что будет с вами дальше. Как правило, люди в начале года ожидают, что у них будет некий подъем, видать, что у них не будут некие улучшения. При этом далеко не всегда это обусловлено объективными какими-то моментами. Как правило, это продиктовано просто неким таким суверением, что в новом году все будет лучше, чем, например, было до сих пор. И когда так не происходит, наступает разочарование. Ну или может наступить разочарование в реальности. Вот. И если разочарование наступает, и человек получает в целом совсем не то, чего он ожидал, то от разорожения, неудовлетворенности, человек будет пытаться всеми силами побыстрее добиться того результата, который, собственно говоря, человека интересует, волнует и так далее. И, собственно, можно ли в этом контексте говорить о том, что существует какая-то, ну, своего рода, знаете, мистификация того, что происходит с человеком? Можно ли говорить о том, что есть какая-то мистиковая? На мой взгляд, вопрос довольно такой дискуссионный. То есть, на мой взгляд, никакой мистики нет абсолютно. Но, тем не менее, вы можете быть, допустим, со мной не согласны. То есть, с начала года что-то в вашем представлении о себе, допустим, и об окружающих поменялось. И поменялось довольно сильно. Иногда бывает так, что подобные вещи происходят именно из-за того, именно тогда, когда то, что человек привык делать, то, как человек привык делать. Ну, привычные действия, там, привычные поступки, привычное поведение, да, становится в этот момент операциями. То есть, в отношении не так. Из операций и из операций превращаются в действие. То есть, то, что раньше не требовало каких-либо затрат, да, ну, сознательных, сознательных, сознательных затрат. А теперь эти затраты требуют. И человек начинает из-за этого ошибаться. «Хорошо это или плохо?» По моему мнению, это, ну, в силу того, что это встречается довольно часто, но, по моему мнению, нельзя говорить о том, хорошо это или плохо. Это банально, просто есть, хотим мы этого или нет. Так что здесь я предлагаю вам проанализировать, что изменилось у вас в начале или в конце прошлого года. В начале этого года или в конце прошлого года. Что-то изменилось. Не обязательно это может быть спешка, как сказал мой коллега. Это, ну, не обязательно может быть спешка. Это, может быть, могут быть и какие-то другие факторы. Я о них сейчас рассказал немножечко. Надеюсь, что вам это поможет. Надеюсь, что вы увидите для себя в этом что-то интересное и полезное. Потому что, ну, необходимо, конечно, необходимо что-либо менять в этой ситуации. Это безусловно. Вот. Потому что, ну, понятно, что долго так нельзя. Так вы можете себе навредить, навредить на самом деле. Уже просто напросто. Вот. Поэтому тут надо, конечно, аккуратнее в любом случае. Аккуратнее, может быть, и к себе относиться. Аккуратнее, может быть, и к окружающим. То есть потихоньку, главное потихоньку. Вот. Далее. Что касается того, что вы не можете совсем работать в коллективе, как вы сказали. Да? То есть вот если мы говорим именно про коллектив, да, я не могу работать в коллективе. Здесь нарушение идет, конечно, больше коммуникационных процессов. И с чем это связано, можно только гадать, пока не будет адекватной информации о вас. Ну, сколько не будет адекватной информации о вас. Вот. Можно только гадать на эту тему, потому что причин может быть очень много. Что вы не можете работать в коллективе. Это, опять же, могут быть те же самые причины. Это могут быть те же самые, по сути дела, проблемы, которые у вас были до сих пор. Это могут быть, опять же, какие-то завышенные ожидания. Это могут быть, опять же, какие-то проявления амбиции, желаний, стремлений. Вот. Какие-то такие вещи могут быть. Вот. И, соответственно, в этом случае все это нужно стараться как-то приводить в порядок, потому что, ну, в противном случае вам это просто очень сильно будет вредить, и вы не сможете заниматься вот той деятельностью, да, которой вы, ну, занимались или занимаетесь сейчас. Соответственно, в избежание этого я рекомендую вам вот подумать, да, то есть что мешает. Что мешает взаимодействовать с людьми в коллективе. Надо ли вообще взаимодействовать с людьми в коллективе? Вот вы сами как считаете, нужно ли вообще взаимодействовать с людьми в коллективе? Если да, хорошо. Но тогда нужно четкое понимание того, для чего. Да. Если я взаимодействую с коллективом в коллективе, то, соответственно, вопрос, чего я хочу тогда, понимаете? От коллектива, от себя в коллективе. Не завышено или у меня ожидаю от коллектива? Не завышено или у меня может быть даже требование к коллективу? Понимаете? Понимаете? Все это такие довольно важные моменты. Значит, о которых вам стоит подумать в любом случае. Потому что, ну, то, что происходит, это серьезно, опасно для вас и требует вмешательства, на мой взгляд. Вмешательство требует незамедлительного и вмешательство требует для начала все-таки именно вашего взрыва. То есть не обязательно психологов сразу. Не обязательно. Совсем. Совсем не обязательно. Речь идет о том, чтобы вы сами сделали что-то, что облегчит вам жизнь. Вот и, собственно, все. Что вы готовы для этого сделать? Готовы ли вы вообще что-то делать? Это вопрос уже немножко другой. На этот вопрос, я думаю, вы сами можете себе ответить. Поскольку ваш вопрос также может быть интерпретирован как электрический, да, то есть, ну, может быть вы задаете свой вопрос эзотерикам, то я рекомендую, если есть такая необходимость, вот, обратиться еще и к ним, если вы хотели обратиться к эзотерикам изначально, вот. И они вам тоже дадут свое какое-то видение, видение проблемы. Вот так, как это им кажется. С точки зрения психологии, именно с точки зрения психологии, нужно именно анализировать. анализировать что, как и почему у вас произошло в жизни, что вот появились такие весна, серьезные изменения. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. И я это хочу сказать, что он неласит. Но balан weg и яzar с будущим. И я тебе хочу сказать, что это продолжение. Я вчера, было хорошо сказать, что у вас есть. И я Claro. Я знаю, что у вас есть. Но я не могу.